Здравствуйте, дорогие! С вами Шадрин, и мы вновь собрались в этом классе, чтобы поговорить об искусстве. Лет 15 тому назад я сказал одному своему приятелю, «Слушай, давай мы воспользуемся твоим служебным положением, и ты сводишь меня в запасники русского музея». «Точно!» – сказал он, – «и я покажу тебе Филонова». Кто такой этот Филонов? Я не придал его словам никакого значения. Но каково же было мое потрясение, когда я познакомился с творчеством этого грандиозного художника. Художника, которого только сейчас просвещенное человечество начинает воспринимать как действительно великого. Мы с вами сегодня скажем о том, можно ли или нет назвать его гениальным художником. Знаете, такое существует, расхожий штамп, ах, гениальный художник. Никто не формулирует при этом критерии в гениальности. Мы с вами сформулируем и критерии гениальности, и ответим на вопрос, является ли Павел Николаевич Филонов гениальным художником. Но то, что он является художником грандиозным, это не вызывает ни малейшего сомнения. И, конечно, творчество этого человека – это повод для гордости, для национальной гордости. Разумеется, начнем мы с вами с разговора о его происхождении. И мне бы хотелось сделать в этот раз особый акцент на происхождении этого человека, потому что с его истоками не все так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Спасло в свое время Павла Николаевича его как раз именно пролетарское происхождение. Он сын кучера. Он родился в 1883 году, вероятно, в Казани. Точных данных нет в семье кучера. Но при этом присмотритесь к чертам лица его отца. Это тонкие, интеллигентные черты. Есть некоторые основания полагать, что Павел Николаевич Филонов и отец его Николай Филонов имеют французское происхождение, потому что вполне возможно, что фамилия Филонов от Филонс французского – Венны. Вены на руке, венозный рисунок на руке происходит. Может быть, она как раз об этом и свидетельствует. Но нам остается только гадать. Юноша строен, юноша красив, и в нем с отрочества проявляется артистический талант. Но конституционально он больше расположен к танцу. Поэтому родители сразу с чистой совестью отдают его в школу бальных танцев, в которой он преуспел. Но когда уже стал совершенно взрослым человеком, то изменилось и его лицо. Изменился его череп. И обратите внимание, огромный сократовский лоб, типично французские брови указывают на, несомненно, европейское происхождение нашего с вами сегодняшнего героя. Особых успехов в учебе Павел Николаевич не проявил. Но натура темпераментная. Да, кстати, мы с вами должны типировать нашего персонажа. У нас такая традиция. Ну, не трудно догадаться. Да просто даже по фотографии видно, что он представитель, яркий представитель поведенческого типа А. А. Напомню вам и тем, кто не в курсе сообщу, что живые существа, в том числе и люди, по поведенческому критерию, по поведению в состоянии стресса делятся на две больших группы, но неравных. Это представители поведенческого типа А, те, кто активно взаимодействует со средой, находясь в стрессовом состоянии. Ну, помните замечательный фильм «Турецкий гамбит»? Там главный герой – злодей. Он типичный представитель поведенческого типа А. Он в самом конце, как зверь по клетке, ходит с револьвером. Ненавижу бездействие. Вот это вот типичная черта тех, кто относится к этому типу. А представители поведенческого типа А, их большинство, кстати говоря, их порядка 80%, они затаиваются в стрессовой ситуации и предпочитают ее переждать, нежели действовать. Глядишь и пронесет. Наш с вами герой, конечно же, представитель поведенческого типа А, активного. В 1897 году он поступает в малярные курсы, на малярные курсы уже в Петербурге. Семья перебралась в Петербург при Обществе поощрения художеств, Императорском Обществе поощрения художеств, возглавляемом тогда как раз Николаем Константиновичем Рерихом. А ответственным перед государем за эти курсы была как раз и за Общество поощрения художеств, была Ольга Александровна Романова, великая княгиня Ольга Александровна Романова, которая сама, кстати говоря, писала и очень неплохо, научившись многому Николая Константиновича Рериха. Но никакого взаимодействия между ею и нашим героем, конечно, не было. Он неплохо закончил эти курсы, после чего поступает в частную студию академика Дмитриева Кавказского. Вот здесь мы можем его обнаружить. Вот он, вот этот Павел Николаевич Филонов, еще с мощной такой, достаточно выраженной, кудрявой, густой шевелюрой. Потом очень быстро он облысеет, и мы уже привыкнем к тому его образу, который вы видели на предыдущей фотографии. Итак, конечно же, сложилось так просто исторически, что в разговорах о художниках, в разговорах о творчестве художников принято говорить о периодах такой-то период, сякой-то период. Ну помните, как у Пабло Пикассо сначала голубой период, потом розовый период, потом период аналитического кубизма, синтетического кубизма и так далее. Рассуждая о творчестве Павла Николаевича Филонова, мы не можем говорить о периодах. Дело в том, что талант этого человека столь необычен, столь многогранен, это не пустая фраза. Знаете, говорят как «ах, художник многогранного дарования». Что под этим подразумевают? Как правило, подразумевают то, что работал маслом и работал там какие-нибудь афорты. Вот под этим, так сказать, это и вкладывают в понятие многогранности. Но талант Павла Николаевича Филонова действительно многогранен. Он действительно проявляет себя самыми неожиданными поворотами в творчестве. И самое удивительное то, что все эти повороты не последовательны, а параллельны. Он одновременно работает в совершенно разных направлениях. Он одновременно действует в самых непредсказуемых живописных ситуациях. Это просто поразительно. Отличаясь при этом, и, собственно говоря, это и есть следствие, удивительной совершенно восприимчивости этого человека, этого художника ко всему новому. Он настолько открыт новому, что ним секунды задержки. Вот появляется новое направление в искусстве. Он его, как сейчас модно говорить, акцептирует, переваривает и выдает результат. Акцептирует, переваривает и выдает результат. Но, разумеется, родился он в 1883 году, 8 января. То есть он на 30 лет моложе Ван Гога. Ну, у нас сложилась такая традиция, вы помните на классах, что мы все отмеряем от Ван Гога до Ван Гога, после Ван Гога. Так вот, Павел Николаевич Филонов родился через 30 лет после Ван Гога. Рассуждая о ступенях его творчества, а мы будем говорить именно о ступенях, а не о периодах, потому что так будет правильнее, коль скоро свойственно ему в его живописных исследованиях так называемая симультанность. Что значит симультанность? Одновременность. Вот такая многожанровость, вот такая симультанность, это отличительная его черта. Но при этом мы должны с вами четко понимать, что родился он в христианской стране, причем в ортодоксально христианской стране. Поэтому, конечно же, на первых порах своего становления, прежде всего, как личности, во вторую очередь уже, конечно, как художника, он православный христианин, само собой.